Всем хай, с вами Муроник, и я знаю, что на эту игру уже делал обзор Мэдисона, но тем не менее я не могу про неё молчать, потому что я прошёл её целиком. Настолько я мудак. И вообще мой стиль обзора этой игры будет намного отличаться от стиля обзора Мэдисона. Ну вот, начинается игра, давайте посмотрим настройки сразу. Движение, стрельба, ну прочее, что тут может быть прочее? Карта. В этой игре ещё и карта, и значит мир открытый будет. Окей, что ещё есть, графика. Лица персонажей в клуб. Ну вы можете их выключить, если не хотите смотреть на эти духотворённые лица. Эх, вот были ролики, вот душа-то была, ладно, неважно. Перед тем, как начать разбор игры, я хочу немножечко поговорить о фильме. Как это ни странно, он мне понравился, но понравился не по той причине, по которой он понравился многим гопникам. Фильм был снят как драма, которая должна была показать нам всю суть России, с очень драматическим концом, но я не могу воспринимать фильм как драму, если в нём будет присутствовать вот такая вот сцена. Всех окроем. Всех окроем. Вот, Брайер, давай! Всех откроем! Стрюха! Удил шампанское! Свою новую шестёрку разбить! Что лучше ходила? Я... Ох, не заёшь! 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 Ну, я думаю, вы поняли, драмы и все дела. Ладно, о чём вообще фильм? Фильм о том, как четыре гопника сваливали от ментов, потому, что убили одного. Постоянно встречали тех или иных персонажей и потом ещё показывалась история этих персонажей, как с этим ментом. Но в целом кинсу мне понравилось. Получился такой знатный трешачок. И я лично угорал очень много над ним. А еще в Бумере вот примерно так выглядит 90% диалогов. О, парни, здорово. А где слон? А ты к нему какое отношение имеешь? Да так, просто мимо проезжал, решил заехать. А вы с какой целью интересуетесь? Интересуемся, потому что слон скозанул с бабками, конкретно людей подставил. Нам тоже должен. Да и гандон полгорода перекидал. Так что давай, ребята, становитесь в очередь. Ну ладно, парни. Может у вас какая-нибудь информация появится, я еще подъеду. Давай. Приезжай. Глядя на эти сцены, многие могут задаться вопросом. А что же тогда драматичного в этом фильме? Драматичная там была только концовка. И то драматичная, если ты не будешь задумываться над деталями. Итак, суть в следующем. Гопники идут грабить магазин компьютерной техники под названием «Моя элита». Один из гопников, Димон, остается в машине, потому что он как бы ранен. Вообще, самое интересное, это то, что история Димона заключалась в следующем. Он быковал на какого-то крутого чувака, и за него все поехали разбираться с гопниками. Одним из гопников оказался мент под прикрытием. Но виноват во всем, короче, Димон. И вот примерно с этого момента начинается драма. Кстати, почему они пошли грабить магазин компьютерной техники? Я, конечно, понимаю, что в те времена компьютерная техника получала неплохой навар, но все равно могли бы пойти куда выше и грабить инкассатора, сберкассу. И вот начинается драма. Вообще, познакомимся с фильмом «Бумер» с ютуба, именно с этой концовки. И там все почему-то защищали этих пацанов, но я абсолютно не понимаю. Представьте, выходит лысый ебанат с мешком, достает пистолет, начинает парить по полицейской машине. Естественно, блять, они откроют огонь в ответ. Я имею в виду ментов. В общем, Димон заводит уже заведенный «Бумер», и все заканчивается очень печально этой сценой. Ну, не этой сценой, потому что потом нам показывают, как Димон в перепрыжку бежит по лесу. Странно, ведь Димон был ранен. Как он сейчас побежит? Но не суть. Знаете, я тут понял, этот фильм на самом деле об успехе Димона. Ведь во втором фильме сказали, что Димон открыл автосалон на Рублевке. Не знаю как, но план Димона удался, и он всех поимел. Димон – это самый хитрый персонаж из всех в этом фильме. Ладно, пора заканчивать с этим фильмом. В общем, снят он на самом деле неплохо, потому что там никто не переигрывает, никто не страдает уж совсем лютой хернёй. Да и моменты про Россиюшку и правду меня дико смешат, я не знаю почему. Особенно это про то, что в этом городе все гопники. А ещё, короче, в этом фильме все либо гопники, либо менты-гопники. Прямо как в «Бэтмен Архам Ориджинс». А теперь забудем о фильме и перенесёмся в игру. Игру сделала студия «Гайджин Энтертеймент». Не помню точно, но они сделали какую-то унылую ммоху, в которую потом все играли. Так что в каком-то роде эта студия пришла к успеху. Ну ладно, давайте всё-таки приступим к разбору игры. Ну и первая моя претензия, так это «ГОБЛИН?» Как ты мог? Хотя понятно, что они не стали бы платить актёрам нормальным, которые снимались в этом фильме и заплатили «ГОБЛИН» подешевле. Но это норма, такое же практиковалось в «Постел 3», когда заплатили «Куражу Бомбею», чтобы не тратиться на актёров озвучения. И посмотрите, как сиганул мой противник. Знаете, сначала я не знал, что будет дальше, поэтому думал, что всё, мне конец, я не пройду даже первой миссии. Однако этот ебан заносится, врезается и вообще едет просто божественно, поэтому вы можете пройти эту миссию очень легко. Правда, в этой игре есть одно небольшое условице. Ты можешь нормально ехать, только по дороге. Если ты хотя бы на миллиметр съехал с дороги, всё, тебя закрутит, развернёт, перевернёт и прочие радости этой игры. И обратите внимание на правый верхний экран, видите эти рожи, они шикагочут над вами. Я думаю о том, что происходит на первой миссии, вы поняли, а теперь вторая миссия, преследование «Вечер». И тут геймплей кардинально меняется. Теперь вы ни с кем не гонитесь, вы просто едете вперёд. И на это у вас сведено 10 минут. Знаете, когда в играх отводится минут по 10, это значит, что вам в запасе дают минуту-две. Следовательно, вы будете ехать грёбанно 8 минут вперёд. И да, на все раз за вами едут, и ваши кореша отстреливаются от врагов. Но самое забавное, когда появляются такие моменты, когда вам нужно свернуть с дороги. И знаете, если вы не сворачиваете, вы врезаетесь в грузовики без текстурок. Серьёзно, посмотрите. Они просто белые, какого чёрта? Вообще, почему эти рожи ржут? Мне кажется, что один из гопников просто говорит «Узбогойся» всё время. Димон ржёт. Давайте-ка проверим мою теорию. Узбогойся! Походу, в первый раз он просто посмеялся за компанию с верхним. И только во второй раз до него дошла эта божественная шутка, и... Господи, как меня закрутило. Вот поэтому я и обожаю эту игру. Знаете, мне кажется, эту игру делали со всей душой. Рыжие! И стоило мне подумать, что игра не сможет преподнести мне сюрпризы. Она зависает при смене трека. Серьёзно, посмотрите. Я только что ехал по дороге вперёд, и сразу же въебался в столб. Эта игра божественная. Не устает, если её повторять. Но, естественно, из-за таких зависонов ты и умираешь. И отчитывая, что у тебя один хелл. Господи, как он взорвался это. Лучший спецэффект в играх из всех, что я видел. А теперь задумайтесь, насколько сильно у меня бомбануло от того, что... Я проехал, блядь, пять минут подряд в ёбанное ничего. И после этого взорвался, и мне нужно снова ехать в ёбанное ничего. Я уже десять минут еду вперёд, это с учётом предыдущего захода. И знаете, я только ща заметил, что слева снизу, рядом с радаром, есть пистолет, который показывает, что у меня тысяча патронов. И вот, когда ты пять минут к ряду ехал вперёд, что будет дальше? Правильно, ты будешь ехать ещё десять минут к ряду. Просто вперёд. Блин, вообще мне интересно, о чём думал человек, который создавал эту игру. Возможно, он просто любит ехать вперёд. И всё, это всё, что его интересует в этой бренной жизни. Знаете, судя по тому, каким тиражом продалась Мафия 2, возможно, есть люди, которые любят просто ездить. Просто ездить. Иногда в игре начинает твориться вообще дичайший пиздец, и я не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что всё-таки эта игра 2003-го года, и на современных машинах она не сможет нормально идти, без лагов, без прочего говна. А может быть, это связано с тем, что разработчики были криворукие долбоёбы, которые не смогли всё нормально сделать. Но в любом случае, почему я сейчас упал с воду на шоссе? Ладно. Ну, это было очень странно, и я не хочу больше об этом вспоминать никогда. И знаете, когда вы думаете, что проведёте остаток этой игры в поездке в грёбанное ничего, игра преподносит вам один сюрприз. Этот сюрприз называется «Разъёбанная дорога». Но я был к нему готов и объехал её, как настоящий бог этой игры. А что же происходит дальше? А дальше вам дают в руки оружие. И первое, о чём вы думаете, так это... Какого чёрта, что не так с этой сенсой? Я... Я просто легонечко поворачиваю, а он уже разворачивается на 360 градусов. Вообще, по первоначальным ощущениям от этой божественной миссии, убить муху из пистолета в реальной жизни намного легче, чем убить человека с пистолета в этой игре. Ещё меня дико прёт, как они выпадают из окон. Это просто божественно сделано. И как их крючат после того, как они умирают, тоже сделано божественно. Нет, всё же один способ попадать нормально есть. Этот способ называется тормоз. Если машина замедляет порт, то вы лучше попадаете по цели. Однако, блин, с пистолетом это всё равно херово работает, потому что пистолет просто настолько кривой и неудобный, что это... Это надо видеть. А потом вам непонятно, за какие достижения даёт дробовик. Но это всё-таки очень хорошо, потому что с дробовиком играть намного легче. Блин, да здесь даже легче палить с дробовика на 100 километров, чем с пистолета на 1 метр. Серьёзно, мне очень нравится, как ездят на машину. Девчонки, божественные. Сейчас внимательно смотрите на чувака на заднем сидении. У него свастика? Какого хера? Что вообще происходит в этой грёбаной игре? И знаете, вот до момента засады всё было нормально. Вам дают идти пешком. И по вам сразу же палят ОМОНовцы. Единственное, что вы можете сделать, это... Умереть. Серьёзно, пройти этот момент практически невозможно. Но самое забавное, если вы умрёте, вы не сможете загрузить игру, потому что иначе она вылетит. Вам придётся выйти в главное меню, потом нажать продолжить игру, и только потом загрузить разборки лес КамАЗ. Я бы мог бы всё это вырезать, но нет. Я хочу показать вам всю мою боль. Серьёзно. Это... Это просто адов пиздец, я не знаю. Кто создал эту хуйню и зачем, но... Не самая хуёвая. Теперь сзади респанится машина, дымящаяся. Но тем не менее, вас всё равно будут коцать. Вас всё будет коцать. Блин, ну почему перестрелка такая дисбалансная? Я этого вообще не могу понять. Вот, блин, игры по лицейзе обычное дерьмо, но... Эта игра Uber дерьмо, я не знаю. Я знаю, что многие гонят на BigRix, но, ребят, в BigRix хотя бы реально выиграть ты там никогда не проигрываешь, по сути. А тут? Тут ты просто перестреливаешься со всеми и умираешь. Или едешь никуда и умираешь. Или делаешь ещё что-то, что тебе не даёт пройти эту игру. Блин, всё равно ты проигрываешь. Что бы ты ни делал в гумере, ты всё равно умрёшь. И всегда, когда я проходил эту игру, я задавался вопросом, на кой мне всё это надо? Но я поставил себе цель пройти эту игру до конца. А когда я ставлю себе хоть какую-то цель, я стараюсь её выполнить. Такой вот я мудак. Ну, правда, если эта цель не касается завершения какого-нибудь прохождения. Вот в этом случае я, как мудак, не выполняю эту цель. Хотя когда-нибудь я обязательно допройду GTA 3. Когда-нибудь. Я вырезал примерно ещё пару попыток. Я их просто хотел оставить для того, чтобы показать вам, что такое больное. Я понял, что вы и так уже, наверное, поняли. И что тащит в этой игре? Это бонусы. Это реально единственное, что может помочь вам пройти эту миссию. Вернее, даже не миссию, а момент миссии. Вообще, какого чёрта это создали? Игра на самом деле была не так сложна до этого. Но как только вышла эта перестрелка, то всё. Началось сразу какое-то лютое говнище. И я взял радиацию. И мне вот интересно, что делает бонус радиоактивность? Я что, становлюсь каким-нибудь халком и начинаю убивать всех? А, ладно. Не буду развивать эту мысль. В общем, цель теперь отогнать КАМАЗ. И по большому счёту вы можете это сделать, но... Вам нужно отогнать его в зелёную точку. И в первый раз я этого не понял. Поэтому просто смотрите, как я буду сейчас страдать. Причём это сейчас я на ускорение иду. Потом я буду идти не на ускорение. И всё будет намного-намного хуже. Видите, КАМАЗ просто падает с воздуха. Но это ещё ничего. Потому что в этой игре случались вещи похуже. И тут я понял, что, кстати, есть квиксейфы. Господи, квиксейфы реально тащат. Да, теперь я просто летаю по всему грёбаному экрану и не знаю, что происходит. Идёт, блядь, я просто не понимаю, какой уёбок создал этот момент. Я сказал этот момент, потому что, по большому счёту, после того, что я испытал сейчас, предыдущие части игры были не так уж и плохие. А что же было дальше? А дальше шла однобразнейшая херня, которая повторялась и повторялась. Кроме этого момента, который я сейчас пройду и покажу вам, что тут есть ещё одна засада. И знаете, если в эту засаду ехать на полной скорости, то будет очень плохо. Потому что вас расстреляют просто за одну минуту. Нет, за одну секунду. Извините за дальнейшее отсутствие звука игры в этом видео. Но, как видите, засада не очень приятная. И если ехать туда на полной скорости, то вам капец. И да, враги будут появляться не только здесь, прямо. Они ещё будут стоять на зданиях, я не знаю почему, но... Это так. Господи, как же я обожаю эту божественную игру. Я... Я не знаю. Какой уёбок создал эту херню. Но этот уёбок должен заплатить мне за все мои страдания. Обычно, конечно, люди платят за игры, но я считаю, что будет вполне справедливо, чтобы мне заплатили за то, что я играю в это. Потому что, блин... Такой кусок говна проходить, это... Я не знаю, это нужно иметь недюжую выдержку. Знаете, я не шутил насчёт недюжей выдержки. Теперь я должен ехать вперёд, но... У меня это не получается ни хрена, потому что я просто долблюсь машиной. Об машиной. Они не хотят убежать, и Димон ещё и ржёт надо мной, сука. Потом шли унылые, однообразные миссии. Однако, знаете, Николай Васильевич Гоголь в Мёртвых Душах упоминал проблему дураков и дорог, когда два дебила обсуждали дороги. Так вот, игробумер пошла ещё дальше. Теперь четыре дебила гоняются с ещё двумя дебилами на машинах по дорогам России. И вот это, мне кажется, обсуждение этой самой проблемы дураков и дорог. Особенно если учесть, что на заднем плане играет шнур про жопу, и всё становится на свои места. Эта игра была просто большим стёбом над современной российской действительностью. Не, ну серьёзно, музыка сейчас подходит как никогда лучше, чтобы показать нам всю действительность жизни. Сами подумайте, эта миссия – аллюзия на современную жизнь. Мы едем в какое-то невнятное будущее по разъёбанной дороге, с нами соревнуются каких-то два ебаната, и на заднем плане играет музыка про жопу. Вообще, если задуматься, то эта миссия отражает ещё и то, как я вижу, суть современного образования. Ну и рожа, блядь, у него, а? Окей, дальше показывать однообразные перестрелки и гонки я не буду. Лучше сразу перейду к двум последним миссиям. В первой миссии вам нужно заминировать кубло. Я не знаю, что значит слово кубло, но на станции полынь происходит действие, поэтому я думаю, всё будет нормально. Но сначала я скажу кое-что забавное. Перед этой миссией было три миссии. Минут по двадцать, где вам нужно было ехать просто, блядь, вперёд. Не на машине, а отстреливаться. И всё время эти три миссии писали «Мы уже близко к логову пахана, и я хотел увидеть, что же будет в конце с логовом пахана, и вот я попал на станцию полыни. Начинается божественнейшая перестрелка, и мне наконец-то любят походить со своими ногами». Должен сказать, что я реально ждал этого момента. Мне хотелось увидеть, как тут сделан пеший геймплей. Господи, это пиздец, ребята. Блин, я не знаю. В эту игру нужно играть только ради того, чтобы пройти последние две миссии. Потому что их создал какой-то невъебенный, жуткий мутант. В общем, цель перед последней миссией это взять взрывчатку и заложить взрывчатку по нескольким точкам. В принципе, звучит как ничего сложного, но это только сейчас. Но для того, чтобы попасть на точку, нужно перелезть через дыру в заборе. Как это сделать? Если я скажу, нужно трахнуть стенку и прыгнуть на нее, вы поверите? Вот как-то так это и делается. Да, это убого. Но тем не менее, это работает. И как потом оказывается, это работает не только на этом заборе, но еще и на всех остальных заборах, что как бы странно. Плюс ко всему, противники меткие, суки. Поэтому вам придется уворачиваться всячески и извиваться, и прочей хуйней страдать. Только для того, чтобы они в вас не попали. И поверьте, один выстрел уже может снять вам половину хп с обычного пистолета. А теперь представьте, что будет, когда они возьмут калаши. Пиздец начинается после закладки первой бомбы. Вам дают 7 минут на то, чтобы пройти эту миссию. Враги становятся все мощнее, берут более мощное оружие. И к следующей точке закладки пробраться очень сложно. Нет, поначалу вы не испытываете никакого дискомфорта, поверьте мне, но потом начинается лютый пиздец. Начнем с того, что для того, чтобы подобраться к точке, вам нужно пройти очень меткого снайпера, который снимает вам хп неизвестно как. И как бы вы не целились, этот чувак все равно вас убьет. Вообще испытал множество боли и уныния, когда пытался зайти в это здание. Кроме того, что искусственный интеллект очень силен, так у тебя еще и сенса не работает ни хрена. Итак, как только я заложил вторую бомбу, я подумал, ну все, сейчас будет легче, но нет, все стало просто очень адово-хреново. Почему? Да потому что вас окружили суки. Реально, выйти из этого места практически невозможно живым. Я пробовал кучу раз это сделать. И не забывайте, что загрузка выполняется только если вы выйдете сначала в главное меню, потом зайдете в загрузку, а иначе игра вылетит. Поначалу я подумал, что смогу выбежать из этого места на спидхаке, но знаете, эта игра не так проста, как кажется. Почему? Да потому что вам нужно будет все равно продолжить идти, а это будет уже сложно, потому что по вам всюду палят, а спидхак-то заканчивается. Блядь, я ненавижу эту ебаную игру. Мне кажется, что эта миссия появилась где-то в преисподнях хада, когда сатана узнал, что кто-то делает игру под названием Бумер, он сказал, «Эй, чуваки, вам не нужна моя помощь, она будет бесплатной». Да уж, это просто... Какого хуя они вырастают в стены? Какого хуя тут вообще происходит? Кстати, божественно, чуваки в стену вырастают, когда умирают. Да... Нет, ну эта миссия просто дикий ад. Я не знаю, мне уже кажется, что Человек-паук-3 был не такой уж и плохой игрой. Мне даже кажется, что это легкая игра была. А вот это момент, в котором я сказал себе, «Все, я либо выйду из этого здания, либо дропну эту игру». К несчастью, я не сделал ни того, ни другого, но все равно у меня был такой героический настрой, я был так готов ко всему происходящему, и меня убили. А сейчас я хочу вам продемонстрировать отрезок, в котором я все-таки умудрился выбраться из этого места. Я просто сиганул, как ненормальный, и подумал, что все. Нет, я все-таки выйду из этого гребаного ангара и пробегу. Я понял, что нужно ползти на карачках рядом с забором, чтобы в тебя не попадали. И знаете, это отчасти работало. Я полз как бог, терял здоровье, но все равно я продолжал проходить эту миссию. Я думал, что все. Сейчас я пройду между поездами, и мои мучения на этом закончатся. Как видите, у меня остался один Хелл, и хорошо ничего не было, потому что я умер сразу же. Я пытался его обойти, но он меня увидел, гад. Путем неимоверных усилий и одной продажи души, я смог все-таки выйти из этого гребаного ангара и убить там всех. И теперь мне предстояло идти дальше. А дальше ждали еще гопники. Но я знал, что можно обойти их вот таким образом. По сути, я бы смог закончить эту игру очень быстро, если бы не один фактор, а именно время. Блин, если бы не время, я бы просто уныло всех снимал. Но так мне приходится бежать, потому что... Блин, как вы думаете, сколько осталось до конца? Еще две точки. За четыре минуты с кучей, кучей гопников. Зато здесь можно прыгать через забор, как я уже и говорил. И это единственное, что может вас, по сути, спасти в этой божественной перестрелке. И не забывайте о гребаном таймере, посмотрите, сколько у меня осталось. Да-да. А ведь это еще не конец миссии, мне придется экономить кучу времени. А сейчас я вырезал минут 20 геймплея, и я не шучу. Я не мог попасть на верхнюю точку, и мне приходилось обходить. Но я пришел к выводу, что единственный путь это напролом, и придется убить всех гопников, которые тут стоят, и бежать, 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 как Форест Гамп. Но в принципе, ему это помогло в фильме, так что, возможно, и мне поможет. Знаете, я думал, что если вихрять по сторонам, то они в вас не будут попадать, но хуй там было, они будут в вас попадать. Единственное, что это приходится убегать с обрезом на перевес, который нацелен на врага, и я все-таки смог туда добежать. Но знаете, это еще не конец. Отсюда еще надо выбраться, и меня убили. Что для вас является приятным событием? Выход какой-нибудь игры, рождение ребенка, получение зарплаты. Вот для меня чудом и божественным событием является ускорение в Бумере, потому что я могу заминировать эту точку, хотя я не знаю как, я просто на нее наступил, и побежать вперед, как Форест Гамп, со скоростью света. И никого на все раз здесь не стояло, понимаете, насколько эта игра охуенно? Она сама решает, когда вас убивать, а когда нет. И вот я спасся на этой точке. А теперь самое безысходное в этой миссии. У меня осталось примерно 2 минуты на то, чтобы съебаться из этой точки, но есть один маленький минус. Вокруг одни гопники. Серьезно, вы не сможете выйти из этого места. Знаете, я думаю, любой бы на моем месте просто перепрошел нахрен эту миссию. Набрал бы побольше бонусов, разыграл бы карту по-другому, но, сука, я 40 минут, я не шучу, 40 минут гонял в эту миссию. Я умирал, страдал, пытался прорваться, и все ради чего? Ради нихуя нет. И я решил для себя, что я пройду этот момент. Так или иначе, я его пройду. Главное просто верить. Верить в чудо и в ускорение. И у меня появилось ускорение, и я подумал, все, это финальный рывок, один чувак остался, он же меня не убьет, и я умер. Знаете, говорят, умные учатся на чужих ошибках, дурак учатся на своих, а я... А я просто взял и побежал. И все. Да, они меня попытались убить, но тем не менее я прошел. Господи. 10 из 10, о господи, 10 из 10. Круто. Наконец-то я реально понял значение слова круто. После такой херни любой бы дропнул эту игру. Но у меня финальная разборка. Я хочу узнать, чем же закончится эта божественная игра, и... О господи, их там целых 5, ну какого и хера? Но, тем не менее, я их убиваю, и это нормально. Эта миссия намного легче по сравнению с предыдущей. Во-первых, нет ибучего таймера. Во-вторых, враги реально слабые. Посмотрите, они в меня даже не попадают, и я могу спокойно на них идти с дробашом на перевес и убивать их. Учитывая, что за каждого убитого восстанавливаются здоровее и дают патронов. Супер! Итак, ко второму этапу этой миссии вы попадаете в чистилище. Я на самом деле не знаю, как это назвать, но я называю это место чистилище. Вы просто находитесь в квадрате, и вокруг на вас убегают гопники. Ну как убегают, они становятся как-то сверху, и вам нужно их убивать. Знаете, перед схваткой с финальным боссом случился еще один эпичный момент, который я не смог записать. Дверь, через которую я прошел, не открывалась. Я просто начал долбиться в нее, и... Я прошел как-то и телепортнулся именно в этом месте. И теперь я убиваю предспечника финального босса. На самом деле, я убиваю их уже порядка часа, но именно этот сейф у меня оказался удачным, и это была последняя катка, и я его победил. На левой хуйне никто на сей раз не вылезал на меня из стенок. Правда, мне самому приходилось вылезать, чтобы показать, что я еще жив, и чтобы божественный искусственный интеллект видел меня, и бежал на меня. Да как этот чувак. Да, это просто божественная игра. И он высунул свою руку, вот он, шанс, которого я ждал. Убить чувака в руку. Интересно, что будет, если я убью... Ну, примерно так я себе это и представлял. И вот он, шанс, который я так долго ждал. Битва с финальным боссом. Знаете, мне реально повезло, что он встал именно так, потому что в любом другом случае он бы меня убил в первые раза. А так, он в бронежилете, я его убежал сквозь стенку, считая, и все. Я прошел эту игру. Осталось только сесть в машину и ехать. Но нет, меня ждет еще один бандит. На этом бы все и закончилось. Я бы просто с криками «Блядь, сука!» дропнул эту игру. Ну, давайте посмотрим финальную заставку. Ради чего я все это делал. И... Круто, да. Покажите мне хоть что-нибудь титры, заставку, и... Меня просто выкинуло, «Блядь!» в главное меню. Сука! Но в награду мне все-таки кое-что дали. Это «Сорванная башня». Я сразу включаю легкую игру, потому что знаю, какой пиздец был до этого, и... И... О, боже. Что это? Зачем это? Почему это? Я бегаю по какому-то замку, падают перья у меня, пирабаш... Господи. По мне палец вверху. Но это было уже в последней миссии, и это мне не показалось веселым. Нахуй эту игру! Подводить какой-нибудь итог этой игре я даже не вижу смысла. Вы сами все видели, поэтому... Давайте оценим только «Бумер 2» игру. Заранее извиняюсь за то, что использую геймплей с Ютуба, но у меня эта игра не запустилась, и... Судя по тому, что я сейчас вижу, хорошо, что она не запустилась. Эту игру создал еще больше мудак, чем предыдущую, хотя... Должен признать, актеры здесь просто божественны. Особенно вот этот чувак, как он умер. Мне его даже жалко стало. В любом случае, всем спасибо за просмотр, с вами был Мроник, и я, пожалуй, вставлю видео, которое мне как бальзам на душу после этой игры. Зачем ты берешься? Ой-ой-ой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok